В этом году мы со студентами первого курса и студентами нашей кафедры начали работу по устройству газона в строительном объекте Малой Академии Наук. И здесь нам выделили участки для газона, несколько участков, территория очень большая. И здесь, конечно, сложно с тем, что почвы плодородной у нас маловато, но мы как-то с этим справились. Вначале здесь песком засыпали, а потом здесь было землей покрыли, плодородной землей. Но потом мы дали постоять, и здесь, соответственно, выросли сорняки. А первые орчи, когда мы сюда приехали, убрали эти сорняки полностью. Потом перепахали. Перепахали и еще раз убрали корни, то, что осталось, и так же, как, конечно, мусор. Потом это во время перепахмания, конечно, она измельчается. Также мы еще утрамбовали. После утрамбовки мы уже посеяли овсяницу красную, также костерез, и их перемешали. Так что должно быть схожесть, ну, хотя бы 80%, должно быть 80-90%. Смешали их, и здесь уже мы вот вчера как раз начали, просеяли полностью вот этой территории. Потом сверху уже еще раз чернозем тонким слоем покрыли, буквально сантиметр, даже меньше. Главное, чтобы у нас сейчас очень засухо, чтобы не улетели эти семена. И потом опять утрамбовали, перекатали катком, и уже после этого уже несколько раз поливали. Поливали уже лейкой и рассеивателем морской. Да, мелким таким лейкой. Так, как вот эти дождевые капли. И, соответственно, она увлажнилась достаточно глубоко. И вот укровным материалом ультрасилом закрыли. И здесь надеемся, что после этого 3-4 дня, ну, может быть даже недели, до схода семян, мы сверху, поверх вот этой укровного материала будем опять поливать. И, соответственно, после того, что начнется схожесть, мы уже убираем. И вот так же поливаем, но поливаем где-то 2 раза в неделю обильно. Обильно. И, соответственно, она должна сходить. Ну, посмотрим. Потом осенью, когда дача будет, мы еще раз посмотрим, где у нас будут лещи. Мы заново будем опять просеять. А на схожесть где-то 10 дней, говорю, ну, поэтому должно вот время сдачи работы, она еще раз эти меры. Мы приравнивать будем газонный сад. Хорошо, ну, давайте сейчас продемонстрируем, да, как сажать газонные семена, газонных трав уже непосредственно за землю. Так, ну, давайте здесь для демонстрации мы оставили участок. Так, ну, давайте вот здесь небольшой участок мы покажем. Так, ну, берем семена. Так. Скажем так, семена, вот перемешку должно быть. Это кострец, кострец безостый, бромовщий, семермис, это овсяница красная или фестука рубра. Для того, чтобы посеять семена, необходимо подготовить очень хорошо фосфу. Она должна быть ровной и прикатанной, для того, чтобы семена здесь у нас хорошо заслили. Надо вот аккуратненько руками вот так рассыпать семена, для того, чтобы эти семена равномерно ложились на кофе. Так, вот, например, мы посеяли кострец. Кострец, так. И этот кострец, как вы видите, достаточно хорошо равномерно распределяем по поверхности. Так. Теперь здесь мы добавляем уже овсяницу. Можно посеять достаточно густо, потому что схожесть иногда бывает низкая. И чтобы у нас газон не был с проплешинами, необходимо посеять достаточно густо. Так. Примерно вот в таком виде. Ну, как вы видите, мы перемешали семена двух видов газонных трав. Эти газонные травы достаточно имеют мелкие семена. Но, как вы видите, перемешку они должны уже компенсировать друг друга. Значит, мы здесь посеяли семена костреца и семена овсяницы красной. Ну, вот, примерно вот такой густоты это, наверное, хватит. Так, теперь мы берем почву. Просеянную. Да, просеянную хорошую почву. И очень аккуратно, примерно на сантиметр. Даже чуть меньше можно. Вот так присыпываем, покрываем семена. Слишком толстый слой почвы тоже очень вреден. Потому что эти нежные семена, они появляются... Сходы бывают тоже очень нежные. И они должны пробить вот этот слой почвы. Иногда делают так. Сеют семена и граблями проводят по земле. Для того, чтобы равномерно эти семена распределялись вглубь земли. Но все-таки мы рекомендуем для того, чтобы получить хорошие вот схода семян. Вот так примерно одним односантиметровым слоем земли засыпать семена и очень хорошо вот так утрамбовать. Да, когда большая территория, конечно, надо утрамбовать и корком. Да, и этот каток хорошо вот так утрамбовывает, уплотняет землю над семенами. Ну, примерно вот в таком виде можно посеять газонные травы. И теперь вот особое внимание надо обратить на полив, потому что, когда поливаем вот эти семена, они не должны вместе с водой куда-то уплыть или расплыться. Так, и поэтому поливаем аккуратно. И вот, как вы видите, очень хорошо все впитывается почва. Семена остаются на своем же месте. И, как вы видите, уже пропитываются водой. И через несколько дней уже здесь появятся первые сходы. Вот так. После этого, чтобы вода не улетучилась, обязательно надо закрывать или лутросилом, или какой-нибудь другой тканью, которая удерживает влагу, но в то же время пропускает солнечные лучи. И очень хорошо влияет на рост этих семен. Ну, таким образом мы посеяли газон. И лутросил хорош тем, что вот сверху можно поливать. И лутросил, вот, например, пропускает воду, да, пропускает воду к семенам и удерживает влагу. Влага не улетучивается. Так, солнечный свет пропускается. И вообще-то вот замечательная ткань, которая хорош для овощных растений, для газонных трав. Ну, как вы видите, уже практически вся вода уже проникла уже в почву. Вот, мы посеяли газон, через несколько дней ждем сходов. И очень надеемся, что здесь все будет очень зеленый, красивый газон, сделанный руками студентов и преподавателей кафедры землеустройства и ландшафтной архитектуры факультета лесного комплекса и землеустройства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!